В беде не срабеет, спасет, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Именно так Некрасов описывал образ настоящей женщины. Интересно, а каким набором качеств должна обладать современная представительница прекрасного пола? Какой ее видят известные молдавские личности? И чем они могут порадовать милых дам на 8 марта, узнаем прямо сейчас. Настоящая женщина. Каким характером она должна обладать? Настоящая женщина должна обладать скромным характером, быть павой, любить мужчин, умной в меру, ну и, конечно, красивой. Настоящая женщина – это та женщина, которая хорошо понимает своего мужчину, чувствует, что ему нужно, знает, сколько нужно добавить в борщ соли, сколько сахара в чай, сколько перчинки добавить в жизни своего мужчины. И она чувствует его с полуслова. Если говорить по мне, то черты, которыми должна обладать настоящая женщина – это терпеливость, понимание мужчины, ну и, конечно же, мудрость. Женская мудрость – это конек, которым не обладает мужчина. Я думаю, что идеальная женщина – это та, у которой сочетается очень редкое, но очень важное качество, как чувство юмора. Интеллект, какие-то нюансы по воспитанию. То есть, если у вас с женщиной схожи чувства юмора, то можно считать, что это идеальный человек. Идеальный облик. Какой он? Ну, блондинка – раз. Средний рост. Спортивное телосложение. Спортивное телосложение. Одним словом, афродита, рожденный из пены морской. Я очень сильно раньше любил блондинок. Сейчас у меня немного вкусы поменялись. Я люблю шатенок, но если она будет блондинкой, для меня это не проблема, перекрасим. Моя идеальная женщина – это женщина, которая не крупнее меня. По моему вкусу черты – это моей жены. Должна быть всегда улыбающаяся, стройная, красивая блондинка. Мне кажется, абсолютно все равно, как выглядит девушка. Потому что любая красота на сегодняшний день – это навязанная красота. То есть, нам диктуют идеалы. Мода, фильмы, журналы. То есть, эти все нюансы – это чувство вкуса и красота – это все относительно. То есть, важно, какой человек на самом деле. Очень много у меня знакомых девушек, которые мне интересны, симпатичны в плане внешней. То есть, привлекают. И они все абсолютно разные. Соответственно, выделять какую-то определенную часть тела, цвет волос, какие глаза, нос, брови – это лишнее. Кто из них претендует на роль женщины мечты? В моем, наверное, понимании, ближе всего, Вера Брижнева. Ну, а на самом деле, все женщины прекрасные. Трудно кого-то выделить. У каждого свои. Вот, неплохо, кстати, неплохо. Честно говоря, неплохо. У их очень много. Вы прям десятку моих любимых женщин подобрали. Ну, вот моя самая любимая женщина. А почему? Потому что она милашка. Она бояшка. Она, мне кажется, добрая. Вот я люблю вот такой типаж женщин. Также мне нравится вот эта женщина. Она самоуверенная, она стерва. Она знает, чего она хочет. Вот если их соединить обеих, то я умру. Ну, это довольно провокационный вопрос женатому мужчине. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нет девятой фотографии моей жены. Вот я бы ее показал бы. И это самая идеальная женщина в моем понимании. Тут нет девушки, которая была похожа на мою жену. Все прямо помнят солистка Пусик Адолс. Это глаза, цвет кожи, волосы. То есть, как-то так. Лучший подарок на 8 марта. Самый лучший подарок на 8 марта, это, конечно же, подарок с вниманием. Если ты думаешь о женщине, если ты ее любишь, даже если ты подарил что-то не в попад, это все равно внимание. Ты думал о ней, ты выбирал подарок. Конечно же, доброе слово, слова любви. Ну и деньги дарить. Конечно, это хорошо. Но деньги женщины никогда не потратят на подарок, они потратят на какие-то другие вещи. Но именно обязательно это должен быть подарок с душой. Нужно что-то сделать такое, чтобы она была в восторге. Возможно, приготовить какой-то ароматический ужин. Чтобы 8 марта ничем не отличался от других дней. Ну, в хорошем понимании этого смысла. То есть, каждый мужчина, настоящий мужчина, должен стараться сделать так, чтобы у его женщины, жены, девушки каждый день был праздник. Ну, я думаю, если говорить уже о чем-то материальном, это в любом случае букет цветов. Лучший подарок на 8 марта – это, наверное, стопроцентное внимание. И у каждого мужчины отправляется по-своему. Кто-то отправится с работы, кто-то дарит дорогие подарки. Потому что с каждым днем мы убеждаемся в том, что мы больше уделяем внимание работе, нежели отношениям. По крайней мере, я по себе сужу. Вот. И, наверное, стопроцентное внимание – это, наверное, идеальный подарок для любой женщины и девушки. Мужской взгляд на женщин, безусловно, важнее. Так как именно они выбирают ту единственную, которую потом балуют. Но все-таки любопытно, что об этом думают сами женщины? Насколько их мнения отличаются от мужского? Итак, женский взгляд на те же вопросы. Настоящая женщина. Каким характером она должна обладать? Быть хозяйками, быть чистюлями, вкусно умеет готовить, быть дружелюбными в первую очередь. И просто делиться своей добротой, улыбкой, искренностью со всеми окружающими, которые рядышком находятся. Мне кажется, что идеальная женщина в 21 веке – это такая мультифункциональная суперледи, которая умудряется воспитывать троих детей, строить успешную карьеру и в то же время быть красивой, привлекательной и обязательно сильным партнером и музой для своего мужчины. Настоящая женщина должна быть, естественно, в своих словах, поступках, эмоциях, ну и, естественно, в какой-то проявленности. Она должна всегда и во всем быть сдержанной, не истерить и идти по жизни рядом со своим мужчиной от искренних, настоящих чувств, не более того. И я думаю, что настоящая женщина делает настоящий мужчина все-таки. Мне кажется, что в современном мире женщина должна быть целеустремленной, у нее должны быть какие-то идеи, какие-то реализации. То есть она должна все время что-то делать, к чему-то стремиться. И этот образ сочетания женственности, силы и домашнего уюта должен в ней присутствовать. Идеальный облик. Какой он? Если рассматривать женщину в качестве картинки, то, естественно, хочется ее видеть более натуральной, меньше косметики, чистые волосы, опрятный вид. Это самое главное для женщины. Ну, мне кажется, как минимум, женщина должна быть ухоженной, как минимум, не знаю, ну, стройной, подтянутой по возможности. Ну, и, наверное, не знаю, вот такая вот должна быть какая-то женская изюминка присутствовать, которая все-таки отличает нас друг от друга. Так как внешность – это очень относительная, но однозначно женщина должна быть ухоженной, естественной. Не люблю никаких вмешательств хирургических, нехирургических, не осуждаю, но считаю, что внешность должна быть естественной. И стареть нужно уметь красиво. Она просто должна ухаживать за собой, то есть нормальная прическа. Иногда это, конечно, может быть и хаос на голове, но в этом должна быть своя изюминка. То есть не значит, что она все время должна ходить с непонятным чем-то комом на голове. Кто из них претендует на роль женщины мечты? Очень-очень красивая, женственная, секси женщина. В свои годы выглядит просто потрясающе. И поэтому я думаю, что все-таки, если с точки зрения картинки, в принципе, то вот она номер один. Вы знаете, она, наверное, для меня приближена к идеалу. Это все-таки Моника Белуччи. Но сегодня я остановлюсь на Бейонсе, потому что 10 лет назад, очень-очень давно, когда со мной знакомился мой парень, он сказал мне, что я похожа на Бейонсе, что это для него идеал. Из всех дам я, скорее всего, выберу Белуччи. Почему? Потому что для меня это комплекс, набор качеств. Это и внешнее, это внутреннее. Мне кажется, сексуальность женщины идет изнутри все-таки, а не из внешних каких-то проявлений. Глаз, груди и тому подобное. Именно в ней это чувствуется во взгляде. Это супер-женщина. Такая свободная, спортивная, легкая, возможно, на мой взгляд, но она самая естественная с моей точки зрения. Лучший подарок на 8 марта. Лучший подарок. Мне очень нравится время года весна, поэтому я всегда жду красивые пахнючие цельпаны. Ой, ну я не буду за всех женщин, конечно, отвечать. Наверное, для меня лучший подарок на 8 марта, все предыдущие, все будущие праздники, это какая-то поездка на какой-то совершенно необитаемый остров. И обязательно, чтобы там не было ни сети, ни вайфая. Это, наверное, лучший будет подарок для меня. Если это женщина я, то это жемчужды и сережки. Я о них давно мечтаю и надеюсь, что все-таки мне их подарят. На мой взгляд, подарок, он должен быть, естественно, сюрпризом. Потому что если женщина знает, что ей подарят, это уже как бы не совсем подарок. Она его выбрала, это уже скорее она сама себе его, в принципе, может купить. Это не оно. Во-первых, подарить важно то, что женщина действительно не ожидает. И, возможно, сама себе даже не подумает купить или подарить. То есть тут нужно угадать, может быть, это какая-то поездка в ту страну, в которую она все время хотела. Милые дамы, желаю вам получить только самые долгожданные и приятные подарки. Будьте уверены в себе и не сомневайтесь в своем совершенстве. Утром благоухайте свежести, днем – вкусными пирогами, а вечером – дорогими духами. Будьте разными и неповторимыми. С 8 марта вас! В эти прекрасные весенние дни хочется пожелать вам много-много любви. Потому что любовь – это и есть сила нашей жизни. Побольше вам любви, чтобы вы были любимы, принимали каждый день от своих мужчин подарки, в смысле цветы, цветы и слова любви. Я вас люблю. Оставайтесь всегда такими прекрасными, красивыми, нежными, романтичными и всегда понимающими свои вторые половинки. Очень хочется пожелать вам быть женственными, быть любимыми. Мне обязательно хочется, чтобы в вашей семье было благополучие, тепло, уют, много-много-много-много здоровья, хорошего настроения, ну и, конечно же, счастья. Хочем пожелать всего самого наилучшего, крепкого здоровья, побольше мужского внимания, чтобы вы всегда оставались такие же красивые и цвели, и пахли. Всем женщинам хочу пожелать самого главного, чтобы у вас внутри всегда преобладала ваша внутренняя гармония женская. Копите ее в себе, излучайте только доброту, тепло, добро, все, что у вас есть самое хорошее. Дорогие женщины, поздравляю вас с этим замечательным весенним праздником, женским днем, 8 марта. Я желаю, чтобы с ваших лиц никогда не сходили улыбки. И, пользуясь случаем, хочу поздравить с 8 марта свою жену, Танечка, с 8 марта маму, маму жены и, конечно же, сестру. От всей души поздравляю нас, женщин, с этим прекрасным праздником. И я нам искренне желаю, чтобы то, как мы себя чувствуем 8 марта, мы могли чувствовать себя так каждый день, 365 дней в году. Чтобы наше 8 марта ничем не отличалось от 7 и 9. В честь праздника я хочу пожелать всем дамам оставаться по-настоящему любящими, ценящими себя. В первую очередь нужно полюбить себя, чтобы тебя полюбил близкий тебе человек. И в наш век независимых женщин я желаю, чтобы эта независимость не стала преградой для настоящих отношений и для создания семьи. Дорогие женщины, хочу вас от всей души поздравить с 8 мартом и сказать о том, что на самом деле, когда Бог создавал женщину, но он ее создал из последнего ребра мужчины, поэтому вы частичка нас и без вас мы не полноценны. С 8 мартом вас!